Привет, давно не слышались. Коротко и ясно, у меня новый микрофон. Разницу в звучании, думаю, объяснять не надо. А вот что надо, так это поблагодарить вас, дорогие мои. В том числе, из-за вот такие подгоны, которые, хотя и не приносят никакой практической пользы, всё равно очень приятно. Сегодня я подготовил для вас самые полезные и крутые фишки Раста, которые были показаны на зарубежном ютубе. Если конкретно, в этом видео будут показаны идеи вот этих двух каналов. Конечно же, разрешение на всё это дело я получил, и цель этого видео не набрать просмотра за счёт чужих идей, а перевести эти идеи для русской аудитории. Перевод к слову будет вольный, так как я постараюсь уместить как можно больше информации за наименьшее количество времени. Подробно с каждой идеей вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Наверное, стоит перестать болтать и переходим к самому ролику. Сегодня я покажу шесть фишек, и первое будет заключаться в строительстве потайной комнаты. Поставив барбекю на полке, мы можем передавать лут через стену. На полке устанавливается барбекю, так, чтобы его можно было достать с первого этажа. На втором этаже заранее устанавливаются ящики и спальник. Таким образом, мы можем передавать лут через барбекю с первого этажа на второй и обратно. К сожалению, совсем недавно этот табус был пофикшен, и через барбекю больше нельзя передавать лут. Но что нам мешает делать это, используя обычный изучающий стол. Да, слотов в нём гораздо меньше, но если вы играете вдвоём с другом, то это вообще никак не повлияет на удобство использования бага. Такую нычку можно использовать не только, чтобы прятать лут, но и чтобы его защищать. Например, заармировать квадрат второго этажа. Тем самым в эту комнату просто не будет двери, а то есть потратить на неё придётся минимум 18 тысяч серы. Также можно использовать этот баг для хранения взрывчатки где-нибудь в спрятанной комнате многоэтажного дома. Причём, чем больше дом, тем труднее будет обнаружить такую нычку. А значит, тем защищеннее она окажется. К слову, подробнее о подобных нычках я уже рассказывал в предыдущем видео, которое вот прямо сейчас вылезло где-то в углу экрана. А ещё помните, я недавно снимал ролик про свой антирейд дом. Так вот, нашёлся парень, который в онлайне зарядил такой дом и записал всё это красивенько так, что аж слюни текут. Хорошее качество картинки, приятный микрофон, не настолько приятный, как мой, конечно. И, о бог мой, красивая картинка. В общем, зовут его Бодя, а ссылку на канал я кину внизу под видео. Тыкать можно, она не кусается. Ладно, переходим ко второй фишке. Её, наверное, некоторые из вас уже давно знают. Но всё же, в Расти можно стакать шкафы. Делается это, опять же, с помощью полок, но тут всё чуть сложнее. Дело в том, что шкафы в Расти привязываются исключительно к постройкам. И поставить два шкафа в один дом нельзя. Ну или почти нельзя. Поставив шкаф на полке, мы заставляем игру думать, что он висит в воздухе, а значит не привязан к никакой постройке и зоны строительства у такого шкафа нет. Таким образом, мы можем поставить сразу несколько шкафов рядом. При этом, если перед установкой шкафа мы выстроим рядом какую-нибудь стенку, он автоматически привяжется к ней, а значит и ко всему дому. Таким образом, мы можем не только устанавливать фейковые шкафы, но и делать вот такие вот странные лутовые. Применение этого бага является тем еще извращенством, но все же такой баг есть и вот уже полтора месяца его не фиксят. Третью фишку, а точнее даже не фишку, а настоящую базу, показал на своем канале всеми вами любимый Принцвиц. Предыдущие два фрагмента, к слову, взяты с канала Мистера Флэка, если вы вдруг не умеете читать. В чем заключается фишка базы? Да, по сути ни в чем. Мне просто очень понравилось использование крыш как пола, таким образом, дом становится не только очень вместительным и безопасным, но еще и довольно интересным в использовании. Конечно, полностью показывать процесс строительства я не буду, ведь для этого он сделал отдельное 10-минутное видео, знание английского вам там точно не понадобится. А поэтому, если хотите построить такой дом, просто переходите по ссылке и повторяйте все за автором. Четвертая фишка, о которой уже давно хочу вам рассказать, это вот такой вот предбанник. Он является настоящей защитой от рейда по дверям, и на него у неопытного рейдера уйдет очень много времени и взрывчатки. В целом, у этой штуки три особенности. Первая, это заставить рейдера ползти, а не бежать. Достигается это утоплением фундамента в землю. Вторая, правильное расположение гунтрапов. Поставив их на крышу, мы оставляем рейдеру всего лишь один способ их уничтожить не умерев, задеть сплэшем ракеты. Ну и третья особенность, это количество гунтрапов. Наша задача сделать так, чтобы никто не смог уцелеть после первого же выстрела. К слову, это не так уж и сложно, ведь всего четыре ловушки способны пристрелить нахер даже носителя почетного бронированного котелка. Стрелительство такого предбанника не должно никого затруднить. Но из полезного, что вам стоит также знать, во-первых, такие штуки можно стакать, ставя одну за другим, а во-вторых, заармировать подобную машину смерти будет стоить всего лишь 26 мвк в сутки. Ну и также в этом видео показывается то, как залезть в холодильник. Но это уже совсем другая история, которую вы опять же можете подробно разглядеть по ссылке в описании. Вообще, всё это видео это какая-то реклама описания. Пятая и предпоследняя фишка, альтернатива оконным лутовым, которые пользовались огромным спросом до эфикса. Аналог не настолько хорош, но тоже имеет место быть. Выглядит он вот так. Вдали устанавливается треугольник со шкафом, вверху ставится полублок с ящиками. Окно закрывается решетками, а ящики металлическим бортиком. Защищенность этой лутовой ничем не уступает предыдущей, однако лутать ящики в прыжке это насилие над собой. Поэтому лично я советую всё же ставить перед бортиком какую-нибудь табуретку. Ну а так вполне себе полезная лутовая, why not? Ну и последнее о чём я хотел рассказать. Это дом змейка, который просто невыгодно рейдить. Да, это выглядит как какое-то незащищённое говно, да кажется что он вот-вот развалится и лут там вообще за одной стенкой. Ну а по факту подобная хата большой длины имеет нереальные затраты на рейд. Хоть ракетами, хоть сачелями, хоть кадилом позолоченным. Принцип строительства этого дома прост. Как можно длиннее, по краям буфер из двух комнат дверей, а в центре гаражки. Расположение ящиков и всего остального максимально хаотичное и равномерное. Чем лучше разделите лут, тем бесполезнее будет рейдить эту несуразицу. Ну и главное, открыв все гаражки, вы можете насладиться светом в конце туннеля. Или поиграть в гульф, например. Вот как-то так выглядят самые соки зарубежного раста. К сожалению, англоязычный ютуб в сухую обходит нас в годноте идеи и их реализации. Но возможно, фишки, показанные мной, дадут вам повод самим поэкспериментировать над игрой, обнаружить что-то свое. А если вы уже что-то обнаружили, но не знаете, что с этим делать, то пишите в мою группу вконтакте. Там есть специальный менеджер в лице меня, который пустит информацию в нужное русло. Вот так вот. Спасибо за просмотр, пишите насколько сексуальным стал мой голос в этом видео, ну и не скучайте там. До скорого. А тут такое, короче, прямое включение для тех, кто видосы до конца смотрит. В общем, те, кто жалуют, что видосы редко выходят, идите нахер, окей? Стримов, как вы заметили, тоже стало гораздо меньше, потому что последний год начался, когда я могу готовиться к чертовым экзаменам. Так что весь этот год видосов очень много по-любому ждать не стоит. Такие дела. И нет, вот это мое... Это сейчас была не болезнь, это я просто down. Вот не умею вдыхать воздух, как человек. Да.